Урок седьмой. Задача первая. Решите уравнение. Давайте раскроем скобки. Сначала в левой части равенства. Минус 3 умножить на 5х. Минус 15х. Минус 3 умножить на минус 1. Плюс 3. Так, теперь раскрываем скобки справа. 6 на 3 – 18. 6 на 4х – 24х. Теперь слагаемые с множителем х надо записать в левой части равенства. То есть вот это переносим из правой части в левую, меняя знак на противоположный. А плюс 3 переносим из левой части в правую. Знак поменять на противоположный. Приводим подобные слагаемые. Слева будет минус 35х. Справа 15. Чтобы найти х, 15 надо разделить на минус 35. В виде конечной десятичной дроби ответ не получить. Значит, будет минус 15 тридцать пятых. Можно сократить на 5 и получаем ответ минус 3 седьмых. Задача вторая. Решить уравнение. Раскрыть скобки. Если перед скобками стоит минус, раскрывая скобки, знаки меняем на противоположные. Так, в правой части 2 минус 12х. Приводим подобные слагаемые. Слева будет 0. Справа минус 4. Равенство неверно. Решений нет. Задача третья. Решите уравнение. Если перед скобками стоит минус, раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. Так, здесь 2 умножаем на 2х, а затем 2 на минус 1. Получается 4х минус 2. Переносим. Вот это слагаемое из правой части в левую. Знак поменять на противоположный. А минус 2 слева направо. Знак поменять на противоположный. Что будет слева? Слева будет 0. И справа 0. Равенство верно при любом значении х. Значит, ответ х – любое число. Задача четвертая. Турист прошел 53 километра за 3 дня. Во второй день он прошел на 15 километров меньше, чем в первый. И на 10 километров больше, чем в третий. Сколько километров он прошел в третий день? Давайте за х обозначим число километров, пройденных во второй день. В первый – на 15 километров больше, а в третий – на 10 километров меньше. А всего за 3 дня 53 километра. Раскрыть скобки, упростить. Получится 3х плюс 5 равняется 53. Значит, 3х – это 53 минус 5 – 48. Чтобы найти х, 48 надо разделить на 3. Х равен 16. Значит, 16 километров пройдено во второй день. Вопрос задачи – сколько прошел в третий день? Значит, надо найти значение вот этого выражения. х минус 10, 16 минус 10, будет 6. Значит, ответ 6 километров в третий день. Задача пятая. По течению реки катер прошел за 3 часа столько же километров, сколько он проходит за 5 часов против течения. Собственная скорость катера – 20 километров в час. Найдите скорость течения реки. Давайте обозначим скорость течения реки за х километров в час. Когда катер идет по течению, его скорость собственная плюс скорость течения реки – 20 плюс х. Против течения реки – 20 минус х. По течению реки катер шел 3 часа, а против течения реки – 5 часов. Путь, который был пройден по течению, против течения, один и тот же. Давайте решим это уравнение и найдем значение х. 3 на 20 – это 60, 3 на х – 3х, 5 на 20 – 100, и минус 5х. Переносим из правой части в левую. Слева будет 8х, а 60 переносим слева направо, меняя знак на противоположный. Будет 40. Чтобы найти х, 40 надо разделить на 8. х равен 5. Скорость течения реки – 5 км в час.